Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу. Пятничная торговая сессия насыщена, как всегда, сильными событиями. Для начала давайте рассмотрим нефть марки Brent. После минимума в среду цена нефти, цена по нефти, не хочет резко подниматься, а плавно перешла в консолидацию. Сегодня в 14.00 по Москве выйдет ежемесячный доклад ОПЕК, который, на мой взгляд, даст определенное видение дальнейшей ситуации. Но меня смущает, что по графику признаков на покупку практически нет. Какие будут дальше цены? 50, 49. Я думаю, что мы будем тестировать этот минимум. Что касается австралийского доллара. Совсем недавно было выступление главы Центрального банка Австралии, который заявил, что там были в основном решения про денежно-кредитную политику. И, как мы можем теперь понимать, то, что Резервный банк Австралии настроен на смягчение денежно-кредитной политики. И в будущем стоит ожидать периода снижения процентных ставок. Губернатор Лоу заявил, что инфляция по-прежнему должна возрасти. Но дата, когда ожидается возвращение на уровень 2%, была снова вытеснена. В 2020 году прогнозируется, что инфляция будет чуть ниже 2%. А в 2021 ожидается чуть выше 2%. Сейчас мы видим укрепление австралийского доллара по отношению ко многим валютным парам. Самая интересная ситуация, на мой взгляд, по валютной паре евро-австралийский доллар, где фундаментальный анализ, также подкрепленный отличным техническим анализом. Перейдем к американским индексам и в целом ФРС. Вчера был твит у Трампа. Он опять намекнул, что Пауэлл продолжает снижать ставку. Не стоит держать доллар на высоком уровне. Это большая проблема для экспортеров США. Трамп недоволен слишком сильным долларом. Но, несмотря на это, инвесторы считают американскую экономику так же стабильной и сильной. То есть, индексы вчера хорошо выросли. Я думаю, продолжат свой рост. По фунту доллару сегодня выходит ряд экономических событий. Это как торговый баланс, это и ВВП. Как мы с вами вчера забрали, то, что затишье по фунту может закончиться сегодня. Текущие цены это 1.21.29. Но каких-либо позитивных событий, чтобы на рынок вернулись буки, на мой взгляд, сейчас нет. И фунт может продолжить свое падение. Как раз-таки на фоне сегодняшних событий на рынок вернется волатильность. Уже сейчас идут пробои нижних границ. Уверен, что движение все-таки будет нисходящее. Что касается евро-доллара, текущая цена 1.1187. Евро пока не может пробить уровень 1.12. Возможно, все-таки мы откатимся немного пунктов на 100 до уровня 1.11. И продолжатся попытки роста. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание.